Девушки отдыхают Да нет, просто не выспалась Я так хорошо себя чувствую Ух ты! Мой любимый с малиной Леночка Расскажи мне, пожалуйста Что с тобой вчера случилось? Дед, я не хочу разговаривать на эту тему Ну ты пойми Я должен знать, что с тобой происходит В конце концов я отвечаю за тебя Перед твоими родителями Дед, не дави Просто не хочу вспоминать вчерашний день Ну пойми, Лена, я весь на нервах У тебя откуда-то куча денег Тебя приносят всю избитую в синяках Деда ты ни во что не ставишь Он вообще ни о чем не знает Дед, не греми, прошу тебя Мне нужен покой В общем так, Елена Или ты мне говоришь правду Или я вынужден буду сообщить твоим родителям О том, что случилось Рассказывать особо-то нечем Билась на ринге, чтобы заработать на проживание Где билась? На ринге? Это я вообще виноват Это все из-за меня Дед Дед По небу плыли мы не бедом, а куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья словно птицы улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не отъел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не отъел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Людмила Витровна, пригласите ко мне начальника службы безопасности Вызывали, Артем Витальевич? Я хочу продолжить вчерашний наш разговор Как называется ваша должность? Вы же сами прекрасно знаете Как называется ваша должность? Начальник службы безопасности За что вы отвечаете? За вашу безопасность и за безопасность всей фирмы А что? Каким образом? Моей безопасности И безопасности моей фирмы Угрожал подполковник милиции Новиков А, да Артем Витальевич Тут такое дело Дочка к нам его приходила И вас все время искала Но мы ее и выкинули В смысле на улицу А она давай отцом своим стращает Ну вот я и подумал Мало ли что, мент все-таки Я повторяю свой вопрос Милиционер Новиков Угрожал безопасности моей фирмы? Нет, но Значит В своей работе Виктор Сергеевич Вы допустили ошибку? Да Да, Артем Витальевич Допустил А ошибки надо исправлять Сегодня же В течение дня Милиционер Новиков Должен быть восстановлен В должности Уж не знаю Какие связи вы включили Для его увольнения Но должен Слушаюсь И чтоб вернули его Так же тихо и оперативно Как вам удалось Организовать его увольнение Все будет сделано В ближайшие часы Папочка Как хорошо Что ты пришел Что случилось? У тебя по телефону Был взволнованный голос Да нет Все в порядке Ну просто хотел с тобой поговорить Понятно Ну давай поговорим Слушай Я знаю что ты от Лизы ушел И живешь теперь у Матвея Ну и что? Ну как что? Пап, ну у тебя дом есть Что ты ходишь по чужим углам? Тем более мы с мамой тебя ждем От мамы я таких слов не слышал Ну услышишь еще? Да мы придешь и сразу услышишь Это же так просто Да Ну знаешь Есть такие простые вещи Решиться на которые крайне сложно Но я тебе помогу Ну нет Я уж как-нибудь сам Бабуль Почему мы протащили себя в такую рань? Могла бы еще целый час поспать Неужели ты не могла договориться С этим продюсером Встретиться после обеда? Девочка моя Если ты хочешь быть звездой Надо уметь чем-то жертвовать Потом Эдуард очень занятой человек И у него оказалось свободным Ну только это время Что я могу поделать? Что-то он не торопится Мы уже полчаса его ждем Да И будем ждать столько, сколько надо И что? Ты уже не хочешь сниматься в сериале? Хочу Тогда сиди и жди И не задавай глупых вопросов И пожалуйста Не горбись И не кривись Пожалуйста Полина Я уже устала тебе говорить Что твой успех На 70% Зависит От того Какое впечатление Ты производишь Для настоящей звезды Важно все Понимаешь? Как она выглядит С кем общается? Что читает? Какую музыку любит? Кстати Что за гадость Ты вчера слушала? Бабуль Это не гадость Это ранетки О Вот именно что Ранетки Зачем ты портишь свой вкус? Ну это же музыка для людей Бабуль Да в них сейчас все тащатся А на меня в школе Никто даже внимания не обращает О Полиночка После сегодняшней Я надеюсь Судьбоносной встречи А тебе заговорят все Все А когда ты станешь Известной моделью и актрисой Они еще локти будут кусать И страшно тебе завидовать Вот увидишь А разве модель не может петь? Сейчас все так делают Полин Я не понимаю Тебе что Нужна их сомнительная слава? Бабуль Славы сомнительной не бывает Она либо есть Либо ее нет И я хочу петь В их группе Вот ее подъезд Блин, какой бой вчера из-за нее сорвался Кучу денег потеряли И как назло Все ставки только на нее Да, восемь к одному Еще этот Кабан откуда-то появился Что, болит? Да так Ничего, ничего За это мы после рассчитаемся Сейчас главное ее вернуть Да в чем проблема Из-за нее деньги потеряли Пусть отрабатывает Да проблема в том Что непонятно Как ее возвращать А боев восемь Я думаю будет в самый раз Да лучше десять Ага Пятнадцать Хотя девочка хорошая Да При хорошем тренере Могла бы в сборной выступать Ну что ты ее трешь Что, купил, чтобы тереть, да? Нет Ну пошли Подожди Ну хорошо Если для тебя эта группа является такой значимой Хочешь, я устрою им выступление на презентации молодежного журнала Оторвись Вот, я просто позвоню главному редактору и все Бабуль, а ты что, с ним знаком? Девочка моя В бомонде для твоей бабушки незнакомых людей нет А ты восторгаешься какими-то там ранетками Да я не восторгаюсь Просто я очень хочу быть звездой Чего бы мне это ни стоило Вот на презентации, где будет элитная публика Мы посмотрим, кто как выглядит Ты в своем прекрасном модном платье от дизайнера Или эти выскочки в драных штанах не по росту Бабуль, а если они понравятся? Не понравятся Нет И будут знать свое место Ну, а вдруг понравятся? Ну, если не понравятся Если они действительно из себя что-то представляют Я посчитаю их перспективными То я обещаю тебе Ты будешь там солировать Дед, дедуленька, ну очнись, прошу тебя Дед, господи Виктор Михайлович, пожалуйста, скорее помогите Падушку давай Пусть есть, с вами скоро Вот телефон Вот телефон Надежда Алло, скорая, приезжайте скорее, дедушка с урока Алло, скорая? Мужчина 65 лет Сердечный приступ Ты че это, папа? Ничего Садись завтракать А че ты так нарядился? Че не нарядился Просто хочу после завтраков пойти прогуляться Может в театр схожу или на рыбалку Еще не решил Пап, что случилось? Я же вижу, что ты чем-то взволнула Ты абсолютно спокоен Черт Ешь Пап, тебе что, звонили с работы? С какой работы? Нет у меня никакой работы Я теперь пенсионер Если ты забыла Ну почему тогда ты с самого утра такой нервный? Меня вызывают на прежнее место службы Может они хотят тебя вернуть? В милицию, как и в Регу Дважды войти невозможно Не обмочившись Конфуций Наверняка решили устроить Прощальную вечеринку с пышными проводами на пенсию Да почему ты так решил? Потому что не первый день на свете живу Подарит Какую-нибудь вазу с гравировкой За отличную службу Подполковнику Новикову АВ И шагай на все четыре стороны Грибы ловить Рыбу собирать Черт Полчаса здесь сидим Долго этот кабан у нее торчать будет? А ты поди спроси у него Опа Опаньки Похоже нашей девушке хреново после нокаута Что делать будем? Скорая всю травму ментам сдает А если наша девочка заболтнет, чего? Где на нас выйдут? А мы скажем, что не при делах Ты что, не понимаешь? Она несовершеннолетняя, это же статья Где же мы бойца нового искать будем? На дно ложиться надо А как все уляжется, поговорим Ну все равно стоит туда сходить, папа Зачем? Я теперь на пенсии Никому больше ничем не обязан Если надо, пусть повесткой вызывают А так, извините Никакого желания с ними общаться у меня нет Пап, я еще не поела Извини Вышвырнут ни с того, ни с сего человека на пенсию А потом иди сюда Мы тебе вазу забыли вручить Да почему сразу вазу? Потому что всем дарят либо часы, либо вазы И часы мне уже подарили, значит будет ваза Пап, ну там остались твои друзья Они же не хотели, чтобы ты уходил Друзья, может быть, не хотели Но решают не друзья, а начальство Ну сходи туда не ради начальства, а ради друзей Они же ни в чем перед тобой не виноваты О, Айка О, привет Привет Как дела? Ничего Вчера это Юрка ко мне приходила Стены нарисовали? Ну да Так классно вышло Прямо выставка импрессионистов Представляю себе А чего? Ужин вчера спалили просто Черный был Забыла выключить? Ага И главное, ничего не почувствовали Ну, почти Слушай, а ты в него не влюбилась? В кого? В Юрку что ли? Скажи что же Мне Ну да, он, конечно, был интересный Рествует классно Не Блин, я тетрадку по английскому забыла Так, у вас же нет английского сегодня А, да Точно Странный ты как от сегодня Что с тобой? Да это не я странная, Наташка Это родители мои странные Ну вот, казалось бы, почти вместе А чего-то им не хватает Вот мне бы их проблемы Ань, не переживай Все будет хорошо Ладно, пойдем Пойдем Презентация журнала будет весь баллон Вот и посмотрим, кто будет лучше смотреться Я в платье от Пучкова Или тиранетки в дешевых китайских джинсах Классно придумано О, Анечка, привет Привет Всем здрасте Доброе утро Садитесь На прошлом уроке мы начали изучать этикет девятнадцатого века Сегодня мы продолжим эту тему с самой ее вкусной стороны Наш урок будет посвящен приготовлению блюд для балов и праздников Его Величества и его подданных Агнеса Юрьевна, ну жальтесь, я с утра ничего не ел Спать надо меньше А я не спал, я футбол смотрел Так тихо-тихо-тихо успокоились В позапрошлом веке балы и знатные вечера устраивались в первую очередь для того, чтобы юные царевичи повстречались с принцессами Женька, ты можешь мне помочь в одном деле? В каком? Девочки, поэтому в церемонии бала все должно было быть на высшем уровне, даже в приготовлении блюд В каком деле? Потом скажу Эти изысканные блюда должны были сразить гостей на повал Это с мышьяком, что ли? Семенов, вы в своем репертуаре Ну, чего ты там придумала? У меня есть очень классная идея Я хочу для родителей строить романтический ужин Что, их юбилей? Да нет Помнишь, когда Агнесса рассказывала, что в девятнадцатом веке устраивали всякие романтические ужины для принцев, принцесс, ну, чтобы их познакомить? Я про родителей подумала Ну? Ну, это будет самый лучший способ их помирить Классная идея Вот-вот Только есть одно но Папа ни за что не согласится прийти к нам домой Ни под каким предлогом он сразу почувствует подвох Пригласи их в кафе В кафе они не пойдут А где тогда устроить этот ужин? В школьной столовой Ну, ты даешь им То есть в кафе они не захотят пойти зато в школьную столовую побегут с удовольствием? Ну, да Я скажу, что у нас родительское собрание И они обязательно придут А сама их приведут в столовую где для них будет накрыт целый стол Не, ну, круто, конечно но только столовая не самое романтичное место Ну, это единственное место, куда они придут вдвоем, понимаешь? Ладно, заметано Тогда я попрошу маму, чтобы она приготовила что-нибудь интересное Она у меня, ух, какая креативщица Круто! А вот ты где! Мне доложили, что ты пришел Я жду-жду Да вот решил, раз уж здесь вещи собрать Я рад за тебя Ну, ты присядь А где шарики? Какие шарики? Прощальные И вас В честь моих проводов На пенсию Андрей Васильевич, дорогой Я приношу свои глубочайшие извинения за ту ужасную ошибку За ту Ну, страшную халатность, которую я допустил в отношении тебя В общем, я хочу видеть тебя на твоей прежней должности То есть, как? Подождите Вы же сами сказали, чтобы я убирался на пенсию Я глубоко ошибался Человеку вообще свойственно ошибаться А глупцу вот упорствуют в своих ошибках Я не собираюсь упорствовать Можешь приниматься за работу хоть сегодня Сотрудники тебя заждались Решите идти? Откуда? Ты в своем кабинете Оружие получить Удостоверение Ну, да, конечно Конечно, Андрей Васильевич Прошу, дорогой Да Прошу Слушай, Наташка, ты знаешь, почему Ленки нет? Я ей звоню-звоню, но она трубку не берет Не знаю И я не призвонюсь никак Может, с ней что-то случилось? Ты ее когда последний раз видела? Вчера в школе Я тоже А вчера вечером она трубку уже не брала Может, она просто заболела? Ну, она сказала бы, что заболела Давай после уроков к ней сходим? Давай Здравствуйте, Виктор Михайлович Здравствуйте, Виктор Михайлович Вы пока ее не беспокойтесь, хорошо? А почему она сотовый не берет? Я не знаю В общем, если что-то важное Звоните ей на домашний, хорошо? Ладно Тебе не показалось, что он каким-то странным? Есть немного Зато мы теперь знаем, что с Ленкой все в порядке Мам! Да? У нас к тебе очень важный разговор А что случилось? Ну, пока что еще ничего не случилось Но мы очень хотим, чтобы случилось Так, 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 так Понимаете, мои родители живут не вместе Но мне кажется, что они уже готовы помириться Поэтому мы хотим пригласить их, типа, на собрание А на самом деле устроить романтический ужин Ужин прямо в столовой Интересно Ты поможешь нам? Ну, дело, конечно, хорошее, но Как вы себе это представляете? Ну, мам, ну, с тебя требуется только ужин А все остальное мы сделаем сами Ну, ужин я, конечно, приготовлю Я же сказала, что она согласится Девчонки, а когда вы это планируете? Ну, не знаю Может быть, завтра? Завтра Пожалуйста, дайте Людмиле Федоровне какие-нибудь оброды Ей срочно на министерство нужно У меня как раз колбасок приготовлен Вот Хорошо Борзовый сегодня не будет в школе Может быть, сегодня? Ес! Класс! Ну, что ты сегодня такая расстроенная? Да так От меня Миша ушел Да не огорчайся Милые бронятся, только теши Да, в этот раз, похоже, он ушел навсегда Так всегда кажется, навсегда А потом вернется Может, даже сегодня вечером А если не вернется? Ты посмотри на себя Куда она такой красавица денется? А ты сидишь, расстраиваешься, нервы себе портишь Тебе надо хорошенечко отдохнуть и выспаться Я не могу без него спать Спать не можешь? Слушай, где-то там таблеточки Ты иди домой, выпей половинку и хорошенько выспись А завтра проснешься, и уж поверь моему опыту Все будет просто отлично Только пей по половинке, поняла? Они термоядерные Ладно Девчонки, у меня к вам важные предложения Вот вы считаете меня врагом номер один, так? Да А как? Ну, во-первых, мы уже давно взрослые И пора бы забыть все эти детские обиды А во-вторых? А во-вторых, нам нужно объединять наш творческий потенциал Что ты имеешь в виду? Ну, на следующей неделе я буду ведущей на презентации нового журнала «Оторвись» И я бы хотела, чтобы вы там выступили Ну, супер! И что? Вы ведь никогда раньше не выступали за пределами школы Разве не так? Ну, вроде ничего, идея Правда? Но мы на таких тусовках ни разу не играли А тебе-то это зачем? Просто эту презентацию организовывает моя бабушка И для меня самое главное, чтобы все прошло хорошо Ну, а когда это намечается? В четверг Девчонки, ну мы вроде свободны Лена не успеет выздороветь Как без Лены? В общем, мы сначала должны спросить у Лены, сможет ли она выступить в четверг А только потом сможем тебе дать окончательный ответ Ну, хорошо, я буду ждать Спасибо Это что здесь такое? Что вы здесь делаете? Ну-ка, немедленно отойдите от больного Извините, я просто хотел узнать, как он Для этого специально существуют часы посещения больных Вы вообще ему кто? Вы понимаете, у него сын живет за границей А он живет с внучкой Я его учитель внучки Тем более, мы неродных больным не пускаем Выйдите, пожалуйста, из палаты Чтобы я могу узнать, как его состояние Я что внучке-то скажу? Скажите внучке, что у ее деда был сердечный приступ Правда, все самое страшное уже позади Так что жить будет, ясно? Все Спасибо большое Добойте Спасибо Девчонки, так страшно вступать на таких светских тусовках Ну, не будешь там выступать, не станешь звездой Слушайте, а Зеленова не такая уж и зазнайка Мне кажется, что в этом есть какой-то подвох Ну, в любом случае, она в последнее время сильно изменилась Ты имеешь в виду ее новый макияж? Наверное, это влияние Матвея По крайней мере, мы раньше только мечтали о таких предложениях Ну, в любом случае, нужно узнать, сможет Ленка ей или нет Вот, сейчас Алло А, это ты? Привет, Лер Как чувствую? Да так, глоболит Наверное, грипп Грипп? Жаль Слушай, Ленка, тут от Зеленова поступило такое предложение Она предлагает в четверг выступить на презентации журнала В четверг я поправлюсь Да, обещаю Ладно, давай выздоравливаем, мы тебя очень ждем Она согласна Ой, извините, важный звонок Лерку не изменить, опять могу ухожу Ну, может, у нее дела Че так сразу-то? Да, Наташка, перестань Женька шутит Я слушаю Артем Витальевич Лера А сегодня твои папы должны восстановить должности Не за что Это по моей вине так случилось Так что прошу дать возможность загладить мне эту вину Что твой папа больше всего любит? Ну, насколько я знаю, у моего папы только одна любовь Это его работа Кроме работы Ну, кроме работы он еще иногда ездит на рыбалку Рыбалка Ну, рыбалка, это замечательно Спасибо за ценную информацию Всего тебе доброго Значит так, я сейчас звоню родителям и говорю, что у нас родительское собрание Да нет, на родительское собрание они не пойдут Скажи им, что их вызывают к директору Ну, да, ты права На родительское собрание они не пойдут Я вот еще подумала, что надо как-нибудь украсить нашу столовку А то уж очень облекло А чем украсить? У нас вон, кроме школьных цветов, больше ничего и нет А вот именно их мы туда и перетаскаем Получится джунгли Слушай, джунгли, это романтично А мы справимся вдвоем? Конечно, справимся А я вот сомневаюсь, у нас у обоих времени вообще нет Ну, привет О, привет Коля, спасибо тебе большое за гуцулу Если бы не ты, он бы там скончался в этом скит-фарте Да не за что, кто же мне спас? Только за руку его дернул, и все Да если бы не ты, я бы не знаю, что бы мы с этой рукой делали Ну, ладно, я же медицински готовлюсь Поэтому спасать людей, это мой долг Анька, Латоныч Говоришь, твой долг спасать людей? Простите, а Миша здесь? А Миша уже ушел Вы минут как десять разминулись А он один ушел или с женой? Я все поняла Спасибо, извините Когда он уже со семи бабами разберется? Скучная столовка превратится в африканские джунгли Слушай, круто придумано Только, по-моему, будет проблематично цветы достать Почему? Ну, во-первых, уроки везде идут А во-вторых, никто просто так цветы не даст из кабинета И действительно, учителя над ними так трясутся Ну и что же теперь делать? Получается, план срывается? Подождите Мне кажется, есть идея Тема нашего сегодняшнего урока Российская культура в начале двадцатого века Существует две точки зрения на развитие российской культуры На рубеже веков Первая, сформулированная русским философом Бердяевым Писавшим о ренессансе русской культуры То есть о возрождении И вторая, принятая в русской науке О том, что российское искусство переживало не ренессанс, а декаданс Упадок, то есть Верно Да-да, войдите Что случилось? Школьная эпидемия паутинного клеща Они живут на растениях, на школьных цехах Мамочка, я не боюсь! Не бойся, стародукцева Для людей они безвредны И чем мы вам можем помочь? Мы должны забрать все цветы и отнести их на обработку к завхозу Пожалуйста, приступайте Так, не отвлекаемся Войдите О, Господи! Спокойно, Зоя Семеновна Это я, Платон Вижу, но так и до инфаркта довести можно Извините, пожалуйста, мы не хотели вас напугать Нам только цветы забрать и все Зоя Семеновна, в школе эпидемия паутинного клеща Все цветы срочно собрать на обработку Нет у меня тут никакого клеща Я совсем недавно обрабатывала Зоя Семеновна, ну это не мы же придумали Нам заход сказал Чтобы одни не заразились от других Да Ну, разве что для профилактики Возьмите, если нужно Нужно, нужно, Зоя Семеновна, нужно Девочки Алло Здравствуйте, Октябрина Возле школы? Да, я сейчас спущусь Да, птичий гриб ничто, по сравнению с паутиным клещом Да, и никакая холера или чма даже рядом не стоят И он постепенно охватывает своей паутиной весь мир Ну, так в интернете написано А, вот откуда конец света-то ждать оказывается Дядя Петь, ну вы так не переживайте Да, волноваться не стоит Ничего себе не стоит, а? Какие ужасы-то рассказываете Ну, просто это, уже Противоядие уже найдено Да, его нашел русский великий ученый, ну этот Пелерман Да И поэтому постепенно уходит эпидемия Ох, слава тебе, Господи Но все растения нужно обработать Да, приказ на школе Вы где будете обрабатывать? В столовой, ядохимикатами И туда без спецодежды нельзя Ну, не надо Да, да, в смысле, да, давайте, давайте Понятное дело Двенадцать способов соблазнить мужчин Да, да, да Елена Петровна, здравствуйте Как поживают ваши клещи? Мои кто? Ну, клещи, всех уже вывели Какие клещи? Как вы смеете? Я женщина чистоплотная? Чистоплотная? Елена Петровна, извините, я совсем не то имела в виду Я не желаю слушать ваши оскорбления Да это не оскорбления Значит, ваши пошлые шутки, Зоя Семеновна Елена Петровна, успокойтесь Я имела в виду паутиного клеща Вы же сами его сегодня травите по всей школе Кто? Я? Мне ребята так сказали Ничего не понимаете Давайте у дяди Петя спросим У него сегодня целую монстеру забрали, опрыскивать Очень странно В первый раз слышу Как вы себя чувствуете? Спасибо, Лера, хорошо Вот я привезла тебе обратно диск с вашим интервью Артем Витальевичу понравилось? Да, он посмотрел и хочет с тобой лично встретиться Понятно Да ты не волнуйся, все будет хорошо Не надо было так беспокоиться Я могла сама заехать за диском Знаешь, Нем, только так захотелось увидеть родную школу Да, пойдемте пройдем по коридору Можно посмотреть, что изменилось с тех пор, как вы ее окончили Пожалуй, не стоит Это очень яркие воспоминания Мне сейчас нельзя волноваться О, Борзова идет, пойдемте, поздороваемся Она обожает тех, кто давно закончил школу Нет, лучше не нужно этого Закрой дверь, закрой Почему? Потому что это моя мама Петр Степанович А вы, случайно, не в курсе, куда все цветы в школе подевались? В курсе, они на профилактике На какой профилактике? От паутилого клича А с ним шутки плохие Птичий грипп, фу По сравнению с ним Чего? Если бы не ваш Цукерман Не стояли бы вы тут, не разговаривали со мной Какой еще Цукерман? Это ученый, который всех нас спас Такие вещи знать надо Петр Степанович, я прошу вас обойтись без всяких подробностей А просто ответить на мой вопрос Куда делись все цветы? Саннообработка цветов происходит в столовой Только вас туда не пустят Беспециальные спецодежды Это же я Как в столовой? Какой в столовой? Там же продукты! А у меня, простите, у меня урок А моя дочь дома? Дома! А вот и я Ой Устал И где же это мы так устали? В театре или на рыбалке? Дочь моя Твоего отца Восстановили в должности Что, правда? Тебя вернули? Папка, поздравляю! Сам начальник передо мной ползал Прощения просил Еще бы такого спеца терять Ну, конечно, не ползал Но прощения просил Ну ты, конечно же, согласился вернуться? Ну, куда же они без меня? Пришлось согласиться, пришлось Ой, слушай, я прям в ботинках вперся Ну, ничего страшного, я сейчас пропалисаж Вот, ну, а потом в отделе отметили Потом с операми в кабак зашли Ой, Лерка Как все-таки хорошо на службе Вот Ну, пап, сиди, я сейчас открою Ну, здравствуйте Вам просили передать набор финских удочек Распишите, пожалуйста Спасибо Артем Витальевич, привет передайте Все-таки я не понимаю Почему нас так срочно вызвали в школу Тем более вдвоем Я тоже не представляю Что бы она могла опять натворить Такого страшного Аня Мамочка, папочка Как хорошо, что вы пришли Скажи нам, ты сделала что-то ужасное? Мам, давай так Ты сейчас вместе с папой Сама в школу зайдешь И все увидишь Что-то ты мне как-то не поселил Спокойно Спокойно Это что? За что здесь происходит? Это летний сад, Елена Петровна Какой летний сад? Это хулиганство? Кто вам разрешил таскать цветы со всей школы? Ну, знаете, вероятнее всего дети взяли их И не поставили вас в известность Я требую Да я требую, чтобы вы немедленно вернули цветы по кабинетам Пока об этом не узнала Борзова Елена Петровна Не кричите Эти цветы здесь не ради хулиганства Интересно А ради чего они здесь? Ради романтической обстановки Чтобы два влюбленных человека Могли наконец сказать друг другу важные слова Что? Вы что устраиваетесь здесь святами? Да Родители Ани Прокопьевны Вы слышите кому? Елена Петровна Только Могила Да вы что? Я могила Знаете, когда все закончится Я все цветы разнесу по местам Давайте-ка оставим все как есть Да-да-да А тут потом будет вторая смена Да Я сама все разнесу и даже это побрызгаю Папа, это тебе Поздравляю с возвращением на службу Что-то случилось? Да, случилось Это кого это? Это кого? Не знаю, по-моему, финское производство Сейчас посмотрю Да я все слышал Это от Суханова Ты же с ним знаком? Да, пап, я знаю Артема Витальевича Ой, а что за чудеса такие? Слушайте, откуда такая красота здесь, а? Дорогие гости Прошу вас к столу Так, подождите А что здесь происходит? Не надо слов Скоро сами все поймете Пошли Надо бы свет перебрать Пошли Да икать, понимаешь, куда ты влезла, а? Ты отдаешь себе отчет, что с тобой могли сделать Отдаю Отдает она Да с тобой могли сделать Все, что угодно Ну, Артем Витальевич не такой Да? Да что ты говоришь? А то подполковник милиции не знает, какие бывают олигархи Он очень обаятельный человек А ты думал, у него должны на голове рога расти, да? А за спиной хвостик с кисточкой Чего ты улыбаешься? Чего ты улыбаешься? С кисточкой Да ты хоть подумай своими куриными девичьими мозгами От таких людей надо держаться подальше Иначе сгоришь, как мотылек в огне Но он же вернул тебя на службу Вернул Значит, он хороший? Значит, у него настроение было хорошее А будет плохое, он меня так же легко уберет И со службой, и вообще Ну, ладно Если ты его встретишь случайно Передавай от меня привет Значит, ты меня прощаешь? Да, прощаю Но с одним условием, чтоб больше так не делала Больше никогда, папочка Клянусь твоими удочками Ну, как дедушка? Ты давай ложись А то я вообще тебе не стану ничего рассказать Острожься Ложись А что с ним? Он будет жить? С дедом твоим уже все хорошо Честно? Конечно Слабова ты пока, но Его жизни уже ничто не угрожает Слава Богу Завтра еще раз схожу Передам ему от тебя огромный привет Виктор Михайлович, я с вами Тихо, куда ты? Ну-ка ложись давай Рано тебе еще Давай, давай, давай Аккуратно К тому же у подъезда я видел твоих старых знакомых Из клуба Так что я думаю, что мне придется у тебя переночевать И мобильные для безопасности пусть у меня Побудет Зато перевязку сделаю Где пинты и мазь Лежи, не вставай Да Интересное у нас родительское собрание получается Да уж Оригинальненькое, я бы сказала Я действительно хочу есть Может, закосим? А мне чаю сначала налей Прошу Слушай Это вина Да ладно Я тебе говорю, сам попробуй Ммм Как в студенческие времена, помнишь? Угу Мой день рождения В нашей столовой Точно Тыкан еще спрашивал Почему пахнет портретом? Так закусочка-то у нас Поскромнее была, поскромнее Ну, деликатесов таких, конечно, тогда не было Слышь, как у нашей Аньки В голову-то идея могла прийти В какой-то школьной столовой Строить нам ужин Да еще со свечами Фантастика Да Замечательная у нас дочь На тебя очень похожа Угу Такая же авантюристка Да нет Такая же изобретательная Предлагаю выпить За нашу замечательную дочь Я согласна Слушай, а как родители-то обалдели, когда я их в столовку завела Ну еще бы Собрались на родительское собрание, а тут такой сюрприз Здорово, что получилось их помирить Да это не я молодец Да это не я молодец, это вы с мамой молодцы Кстати, спасибо, что разрешила у тебя остаться Ну ладно, ерунда Да, им все не мешать не стоит Да, лучше этого не делать Слушай, ты грустная какая-то Из-за Платонова, что ли? Да, вижу, ты к нему все-таки еще неравнодушна Не говори ерунды Платонов меня больше не интересует Понимаешь, мне гуцу нравится Ладно, пойдем быстрее Я хочу как следует покататься ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы же сходим куда-нибудь Прогуляемся Куда? Можно в Измайловский На наше место Здорово, давай, я с удовольствием А после прогулки, может быть Может быть, домой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извини Алло, да Больше ничего не делай, я сейчас приеду Извини, у меня ЧП Я позвоню Я, кстати, выучила новый трюк с переворотом Хочешь, я тебе покажу? Да, давай Привет! 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 А ты чего пришел? Чего это у тебя за методы такие? Почему методы? Я просто пришел учиться кататься Ну-ну, учись Учиться всегда полезно Лиза! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok